Друзья, всем привет! Меня зовут Распопин Алексей. Я работаю тренером по футбольному мастерству в Нижнем Новгороде. Здесь я зачитываю фрагменты из довольно полезных, на мой взгляд, источников, которые касаются футбольной техники. И не только, кстати. Я уже говорил не раз, что искать нужное среди огромного объема информации сейчас, ой, как непросто. К тому же, большая часть ее пустая и неэффективная. Поэтому постараюсь делиться с вами тем, что помогло мне самому в работе. А для легкости восприятия можно слушать это как аудиокнигу. Напомню, что на нашем канале футбольное мастерство есть огромное количество рубрик, где каждый сможет найти для себя что-то интересное. Поэтому смелее заходим во вкладку «Плейлисты» и смотрим. А в этот раз я зачитаю статью, которую нашел на сайте футбольной академии Александра Кулакова о правильном питании футболистов. Текст, на мой взгляд, внятный, конкретный и понятный, поэтому рекомендую к ознакомлению. Здесь представлены основополагающие моменты для правильного рациона спортсмена. Речь пойдет в первую очередь о детях, но этот материал также должен помочь и взрослым футболистам. И для тренеров и родителей эта информация также представляет ценность. Ну что ж, начнем. Правильное питание юных футболистов немного отличается от рекомендуемого питания для детей такой же возрастной категории. Прежде всего потому, что дети, активно занимающиеся спортом с повышенной двигательной активностью, а именно таким и является футбол, испытывают большие физические и эмоциональные нагрузки. Это у нас как водное слово идет. Естественно, у них расходуется больше энергии, которую необходимо восполнить. Это все понятно. Кроме того, не стоит забывать о том, что у юных спортсменов, как правило, более рациональный и быстрый обмен веществ, чем у обычных сверстников. Далее. Исходя из этого, необходимо полноценно пополнять организм необходимыми веществами, минералами и витаминами. Необходимо приучить ребенка относиться к себе серьезно и принимать пищу в строго отведенное время. Основательный прием пищи должен быть не менее, чем за 2 часа до тренировки. За 40 минут стакан сладкого чая с быстро усваиваемыми углеводами, например, печеньем. А после тренировки есть можно не раньше, чем через час. В принципе, питание по составу и составляющим, не по количеству его, для 7-летнего возраста не сильно отличается от питания 16-летнего ребенка. Прежде всего, это продукты, содержащие белки. Например, нежирное отварное мясо, лучше говядина, курица. Вареные яйца, но не более 2-3 в день. Жирного мяса лучше избегать, так как это излишняя нагрузка на печень. Из молочного оптимален творог, также нежирный. Это надежный источник белка и кальция для организма. Полезен кефир, ряженка или нежирная сметана. Идем дальше. Юным спортсменам необходимо получать с пищей немного больше витаминов и других полезных веществ, так как их метаболизм ускоряется при нагрузках. Поэтому зелень, фрукты, ягоды, овощи должны постоянно присутствовать в меню. Ограничения необходимы только для острых приправ, лука, чеснока, то есть тех, которые содержат много серосодержащих аминокислот или ароматических соединений и нагружают ту же самую печень. Их надо включать в меню, но желательно это делать уже после тренировки. Из фруктов ограничение касается груш, слив, а также кураги и чернослива, которые обладают либо слабительным, либо крепительным эффектом для желудка. Эти фрукты также желательно употреблять после тренировок и игр. Оптимальным фруктовым набором для футболиста являются яблоки, апельсины, бананы. Арбуз и дыни хороши для восполнения водного баланса. Кроме того, арбуз содержит аминокислоту, которая называется цитрулин. Она регулирует водный обмен в организме. Два раза в год, в ноябре и апреле, вы можете давать ребенку витаминные комплексы. В идеале, такие должен выписывать ваш лечащий врач, но можно приобрести их и самостоятельно. Многие дети любят сладкое, это, конечно же, все очевидно. Кроме того, сахароза, которая состоит из глюкозы и фруктозы, является ценным источником энергии. Но чрезмерное потребление сладкого в ущерб нормальному питанию вредно. Мы это тоже все понимаем. Здесь важна золотая середина. Кроме того, полученное содержание сахара в крови может отрицательно сказаться не только на занятиях спорта, но и на здоровье в целом. Поэтому здесь, возможно, стоит попробовать заменить сахарозу на природные сладости, например, такие как мед. При высокой физической нагрузке организм перегревается. Охлаждается же в основном с помощью испарения пота с поверхности кожи. Поэтому для ребенка важно правильно восполнить недостаток воды в организме и привести водно-солевой баланс в норму. Все дети разные. У одних потоотделений сильные, иные вообще почти не потеют. Это обусловлено генетически. Поэтому ребенок должен пить столько, сколько ему захочется. Естественно, в разумных пределах. Летом для подростка при активных занятиях это около 2-2,5 литров в день. Зимой немного меньше. Стоит отдать предпочтение минеральной воде, компотам, чаю. Вода и любые напитки обязательно должны быть негазированные, не очень холодные и не очень горячие. Стоит помнить, что 95% выпитой жидкости всасывается в организме человека в толстой кишке. Поэтому чувство жажды при достаточном количестве выпитой жидкости проходит примерно через полчаса. Это надо помнить, что не выпить больше, чем нужно. Так как лишняя жидкость в организме нагружает прежде всего сердечно-сосудистую систему. И это может быть опасно. Пить следует часто маленькими глотками. Так как наш организм реагирует на количество, а не объем глотков, необходимых для появления чувства кратковременного насыщения. Для футболистов строго противопоказаны все газированные напитки, кока-кола, фанта и т.д. Любые содержащие искусственные ингредиенты. Также чипсы, острые приправы. И вот здесь важно не забывать семечки. Особенно перед играми или тренировками. Нужно объяснить, что популярный сейчас фастфуд к положительному результату не приведет. По возможности питание должно быть частое, до 5-6 раз в день, но небольшими порциями. Оптимальное время еды перед игрой для юных футболистов за 3-4 часа, это перед играми. Перед тренировками немного меньше. Следует избегать как поздних, после 20-21 часа ужинов, так и очень ранних завтраков, когда организм ребенка еще спит. Вот вкратце ряд важных моментов, которые необходимо соблюдать. Если вам нравится такой формат, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, согласны ли вы с приведенной здесь информацией. Какие полезные советы выскажите на эту тему сами. Всем позитивного настроения и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok